Музыка Сейчас на сегодняшний день здесь находится спортивная школа номер один, где семь видов спорта. Ну и так как этот актовый зал находился в плохом состоянии, текла крыша здесь 15 лет, никто ничего не проводил, никакие ремонтные работы. Конечно, было тяжело, но усилиями, конечно, примаря Рената Георгиевича, на тот момент был примаром Рената Георгиевича, который любил спорт, любит спорт и всячески помогал. Всем начинания, где он слышал, что это касается для детей и для спорта, конечно, он на этого. Поэтому было легко. Мы получили то, что вы видите. На сегодняшний день это лучший зал в стране по настольному теннису. Музыка Это Иш-46, российское производство 89-го года. Вот с 89-го года, это он у нас поступил, скорее всего, где-то в 90-м году. И вот с 90-го года он, пистолет, ребята у нас занимались. Благодаря подарку Рената Георгиевича мы имеем пистолеты, с которыми ребята выезжают на соревнования, на мировые, на чемпионаты мира и Европы выезжают, стреляют с хорошим пистолетом. Благодаря этому пистолету спортсмен принес в копилку нашей спортивной школы номер один где-то 26-25 призовых мест. Музыка В Румынии, в Украине были призовые, третьи места не вторые. Первые, но были третьи. В Кишиневе, в Бельцах есть довольно-таки большие успехи. Первые и вторые места каждый соревнования занимают. Благодаря новым пистолетам, которые нам подарили, мы можем выходить на новый уровень международный. Нам не будет стыдно, мы с помощью них можем завоевывать видали в копилке нашей страны. Я принц Виталина, занимаюсь настольным теннисом 10 лет. Я являюсь мастером спорта по настольному теннису. Я принц Виталина, тоже занимаюсь 8 лет и являюсь мастером спорта. У нас есть такие спортсмены, как Будяна Наталья. Министерство не хотело ее спонсировать на поездку на чемпионат Европы. Ренат Георгиевич поверил, дал ей деньги на билет, на все аккредитации, на лицензии. И она полетела и стала третьей. В итоге. Бронзовая призерка единственная. На тот момент показала результат со всей сборной. Когда победа какая-то приходит впервые в истории города, то это говорит о том, что город движется в правильном направлении в области спорта. Если команда баскетбольная впервые в истории выиграла Кубок Молдовы и впервые в истории стала чемпионом Молдовы. Опять же, благодаря Ренату Георгиевичу, который взял полностью финансированное на себя. Плюс футбол. Впервые в истории команда У-16 стала чемпионом Молдовы. Впервые в истории. Опять же, потому что Ренат Георгиевич, мы все знаем, как он за футбол вкладывал и детям и форму, и поездки. И результат себя не заставил долго ждать. Я уже не говорю про взрослую команду, которая тоже впервые заняла первое место, не первое место, а Кубок Молдовы выиграла. И так можно говорить о многих видах спорта, где впервые. Ну, когда впервые, и заметьте, за короткий срок времени. Ренат Георгиевич всегда поощрял спортсменов. Вот, допустим, у нас был выдающийся результат Сергея Шлобанова. По самбо стал чемпионом Европы и чемпионом мира одновременно, как бы, в один год. И Ренат Георгиевич дал ему 100 тысяч лет. Вот у нас есть так же перспективный боксер Андрей Санжура. Чуть-чуть было бедственное положение у парня. И Ренат Георгиевич спокойно дал 40 тысяч лет, как бы, для того, чтобы парень не умер с голоду, скажем так. Как бы помогает, помогает очень сильно. И молодым спортсменам, вот, прошлогодний результат, призер чемпионата Европы в Италии при Сокару. Тоже была проспонсирована его поездка, когда он чемпионат Европы, он оправдал надежды и стал третьим на Европе. Спорт – это главный бренд страны. Где есть сильный спорт, там и сильная страна. Редактор субтитров А.Семкин